Всем привет! Итак, выращиваем малину. Опыт у нас небольшой, посадили мы ее 3 года назад. И за это время наделали кучу ошибок. Теперь сделаем выводы. Во-первых, ранней весной мы обработали малину железным купоросом. И сожгли ее почти полностью. Она у нас почернела и стала как уголь. Хотя делали раствор по инструкции. Во-вторых, после того, как она начала отходить, мы ее перекормили азотом. И когда малина бурно проросла, нужно было ее хорошенько прорядить. А мы этого не сделали. А когда появились плоды, было уже поздно. И в-третьих, нам сказали, что для этого сорта малины не нужна шпалера. А это не так. От ветра процентов 30 кустов повалились или сломались. Теперь все будем делать по-другому. Вот наш малинник. Мы его основательно почистили. Повырезали шушняк. Слабые и сломленные побеги. И все убрали между рядами. Недопустимо копать и глубоко рыхлить почву. Потому что корни у малины находятся на самом верху. И чтобы их не повредить, нужно секатором все лишнее срезать. У самого основания. Малина очень сильно дает поросль. Поэтому регулярно требуется прореживание. Чтобы облегчить себе работу, со временем между рядами проложим дорожки. А в самих рядах, возможно, будем мульчировать. Но это в будущем. А пока натянули шпалеру из оцинкованной проволоки. Чтобы проволока не расходилась, ее нужно связывать между собой шпагатом. Через каждый метр полтора. Это не окончательное прореживание рядов. Мы сознательно оставили больше малины на случай того, что во время всяких работ на участке может что-то повредиться. Потом, когда появятся листочки, процесс будет завершен. В семенном магазине продавец посоветовал нам такое калийно-фосфорное удобрение. В нем также есть немного азота. Будем использовать его по инструкции. И последний этап весенних работ с малиной – это опрыскивание. Пришли к общему мнению, что нужно это сделать карбамидом. В расчете 600-700 грамм на 10 литров воды. На сегодня все. Не забываем подписываться. До новых встреч на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok